Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1Х Ставка. Боец в синем углу. Ему 30 лет. Рост 1 метр 88 сантиметров, вес 93,2 килограмма. Из Форталеза, Бразилия, представляет Шина Тайс Кул. Обладатель поясов АФС Копа Бразил. Его рекорд 20 побед при 5 поражениях Леонардо Силва Де Али Фейдра. Его соперник боец в красном углу. Ему 29 лет. Рост 1 метр 57 сантиметров, вес 93,2 килограмма. Из самого солнечного города России, жаркого Сочи. Он чемпион мира Европы по тайскому боксу. Его рекорд 9 побед при 3 поражениях. Григор Матэвосян. Рефери в октагоне Максим Протасов. Бойцы на середину. Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении ее поединка. Руки пожали. Тач-глоус. По углам. Итак, Леонардо Силва и Григор Матэвосян. Конечно, опытнее Силва. Повыше, постарше, покрепче, возможно. Но кто знает. И какая разница в размахе. Вы сейчас видели по цифрам. Итак, смотрим. Три раунда по пять минут. Официально претендентский поединок в полутяжелом весе. Кто будет следующим соперником Муслима Магомедова? Если он, конечно, сегодня выиграет у Олега Оленичева. Фидаи. Именно такое прозвище носит Григор Матэвосян. Идет вперед. А вот сейчас разноэтажно как раз очень хорошо работал Силва. Джеб. Да, очень деловито начал эту встречу бразильский спортсмен. Хотя дома сегодня дерется именно Григор. Матэвосян не спешит. Он смотрит на то, как будет работать его оппонент. Расщупывает. Не летит вперед. Нужка отходит назад. Да, изначально перед этой встречей предполагалось определенное преимущество в скорости. И, насколько мне известно, там что-то со восстановлением веса и сбросом веса придумал Григор. Да, в межсезонье не стал набирать очень много. И, по сути, гонял буквально там 4 или 3 килограмма в день взвешивания. То есть это совсем немного и совершенно небольшие цифры. Для того, чтобы сохранить мобильность, для того, чтобы сохранить уверенность в себе. И, в общем-то, на длине вот этих раундов чувствовать себя великолепно. Но, опять же, Леонардо Силва очень опасен в начале. И сейчас видно, как он старается не растратиться, не вымахаться. При этом инициатива переходит из рук в руки. Первая комбинация. Да, от Матэвасяна левой-правой. Здорово. Хорошую скорость как раз продемонстрировал здесь силовой джеб. Ну что ж, словно включился. Григор Матэвасян промахивает и справа вложился на 200%. Здорово. Поймал ногу практически. Здесь заклинчевал. Разрыв дистанции. Все в порядке. По корпусу. Нет. Атаки справа мы не увидим в этом эпизоде. Вот Силва. И здесь справа. Да, очень быстрые руки у Григора. И вот здесь на сближении как раз стоит, наверное, поработать чуть более активно. Да, да, совершенно верно. Именно это и делает Григор. Но спешить тоже однозначно не стоит. А Силва тоже боец, который много чего видел. И при необходимости может использовать разные тактические схемы. В том числе и довольно хитрые. Здесь чуть-чуть зацепил. Пытается зайти в борьбу. Леонардо Силва. И кто здесь выиграет позицию? Очень важный момент. Поднимается, поднимается Матэвасян. Едва-едва за спину там не прихватился Силва. Но будет разомкнут. Да, захват. И окажется лицом к своему оппоненту Григор. Держит в замке Григор Матэвасян. По времени ведут Леонардо Силво. Колени по корпусу не подключает при этом бразильский боец. Берет ногу, но нет. Здесь тейкдауна не будет. Еще одна попытка вкладывает корпус. И широкая защита, вынужденная от местного бойца. Клинчует, клинчует здесь. Другой пытается развернуть, да, в левую от себя сторону Григор Матэвасян. Просовывая еще одну руку под захват. Это должно улучшить как раз его положение. Ну а Силва продолжает, продолжает придерживать своего оппонента близко к сетке. И пытаться работать коленями. Да, эпизодически Григор выглядел очень ярко. Выбрасывал быстрой комбинации. Но, как правило, они были неточными. А вот здесь борьбу в стойке, по факту, он отдает. Контроль здесь, как-никак, все-таки считается Силве. Пусть она будет учитываться в последнюю очередь. Стом попробовал Леонардо Силво, прошу прощения. Два за секунд. Аккуратное колено. Уже вот Григора. Попытка попасть хорошо с внутренней стороны бедра коленом. И Григор, Григор скандирует весь зал. Большая пауза и вернемся. Большая пауза и вернемся. В целом ход поединка отражает и общее положение вещей. У Леонардо и Григора в лиге ИСЕЙ. У одного три победы и одно поражение. У другого четыре победы и одно поражение. И оба они проиграли только Муслиму Магомедову. Поэтому, опять же, если Муслим сегодня свой титул защитит, то мы при любом раскладе увидим реванш. Но с кем? С Леонардо или с Григором? Да, такая беспроигрышная схема для матчмейкеров. Поддавливая здесь Матэй Васян. Начал гораздо более активно. Подсказали, видимо, что нужно пытаться работать первым номером. Но опять, опять пятница назад Григор. Пытается поработать по ближней ноге. Махнул здесь, вложился хорошо в левый. Показал силу, что вот куда улетел твой удар. Мимо. Еще один лоу-кик. И уже боковой от Силве. Возможно, постарается опять зайти в борьбу. Леонардо. Да, так и происходит. Сразу же берет ниже и проводит тейкдау. Граммону докрутив корпус. Включил левое плечо. Более того, здесь и полный может зайти. Но пока работает Силва над контролем двух ног. Там еще плотный захват. Обратите внимание, прям под шею. Григора вот только сейчас его размыкает. Силва прихватывает сам шею, кстати. Да, пытается выйти на гильотину. Кладывается здесь. Получится или нет? Нет. Очень важное действие от Григора Мадавасяна. Взрываются его болельщики в Сочи. И тут же добавляет и локоть, и слева. Отжимается жестко. Вставляет удар, но поднимается, конечно, Силва. Хорош в этом компоненте. Ничего не скажешь. Но не удалось как следует загрузить, да, в этом эпизоде. Просовывает руку под захват. Пытается развернуться лицом к оппоненту. Слева, да, зацепил. А вот теперь уже, кстати, захват за корпусом есть и у Силвы. И он сделать, может, в принципе, то же самое. Но не спешит. По две ноги. И там защита чуть шире становится. Разворачивает Леонардо соперника. Еще попытка выбить опору. Да, есть тейкдаун. Накрывает силу сверху, забирает спину. Ноги при этом не засовывает. С неудобной руки туда пытается носовать ударов Григор. Бросок состоится. Пытается, кстати, заправить ногу здесь Силва. Еще раз. Ух ты! Вот это шикарное действие было. Опять лицом к оппоненту. И колено по корпусу жестко пробило. Матэвасян. Отзащищался корпусом. Еще один удар по бедру. Ну, да, наверное, какой-то контроль здесь есть у Леонардо. Но ударов практически нет. Ну и Матэвасян поднимался достаточно оперативно в целом после этих переводов. С другой стороны, нужны активные действия, чтобы раунд занесли в актив Григоро. А их может быть суммарно недостаточно. Конкретно по второму раунду. Полторы минуты еще даже чуть больше есть. Да, картина для меня лично неясная. Там люди сейчас уже разберутся, которые внимательно смотрят. За этим стоянием возле сетки. 18 на 6. Пользуем Матэвасяна. Это по ударам ногами. Общее количество 22.7. Вновь расставляется Григор для того, чтобы не смог его перевести Сильва. Глубоко туда едва Александру Махилову пытался завести руки. И нет, опять не получается. Но так или иначе несколько ударов до цели донес Григор. И на выходе коротко правой рукой отрабатывает. Ну что будет в концовке? Какую размахайку сейчас выдают, парни? Обратите внимание. Миддл кик. Левый. Завелись. Завелись по-взрослому. И опять борьба. Показали словно зрителям, что мы и так тоже можем. Но давайте чуть позже. Глубоко, глубоко садится. Хорошо упирается плечом в бедро. Сильва все делает правильно для того, чтобы осуществить этот тейкдаун. Еще ниже. Но мгновенно поднимается Матэвасян. Тейкдауна здесь точно нет. Последние мгновения во втором раунде. Григор, Григор скандирует трибуны. В ледовом дворце большой. А вот я думаю, что Протасов скандировал экшен-экшен. Перерыв. Последний в этом порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И так третий, заключительный и вполне возможно решающий раунд. Леонардо Силов против Григора Матэвасяна сразу же пошел в борьбу. Здесь бразилец. Ну потому что Григор Матэвасян предложил порубиться. Сразу же в центре клетки. И не желая Сего, Силова предложил повозиться возле угла. Причем возле собственного. Да, классическая защита. Заводит ногу и здесь пытается зацеп придумать. Леонардо Силов чуть-чуть не хватило. Все-таки выстоял и сумел сохранить центр тяжести там, где нужно. Григор Матэвасян. Подсаживается уже сочинец. И переводит. Взрывается публика здесь, в Сочи. Но что дальше? Что дальше? Вартан Сатриан также здесь. Всем своим видом показывает. Лежи, лежи, лежи. Не вставай. Не поднимайся. Вот так. Зафиксируем оппонента. Очень стремится к хавгарду Григор. Не получается. Сейчас уже сил меньше. О, Леонардо Силов. В первом раунде, когда практически подобная ситуация была. Здесь надо активничать, безусловно, Григора. Просто так лежать никто не даст. Протасов будет сигнализировать об этом. Локоть. Самое главное сохраняет. Пусть и невысокий, но все-таки такой методичный темп. Еще один локоть. Да, и любое действие, конечно, публика воспринимает с особым удовольствием. Попытка была заблокировать руку со стороны Григора Матевосяна. Болеть в Сочи умеют. И вообще единоборство любят. Да и в принципе любят спорт. Не было ли удара по затылку. Там следит за этим внимательно Протасов. Свобождается из-под захвата Григор. Опирается на правый локоть. Силва. Да, здесь перекрылся основательно. Еще один локоток. Да, очень аккуратно, но точно. Но при этом не очень сильно. Нет возможности для амплитудных ударов здесь. Малзу от них да дорог. Бой очень тяжелый, а ставки максимально высоки. Абсолютно точно. В данном случае железно. Это лучше, чем рисковать. Рисковать иной раз. Поработает лучше. Да, по бедру. Еще колени. И еще колени. Максимально упорный и основной карт мы с вами смотрим. Да и вообще процент сегодня пейдингов, которые достигли решения, очень большое. Очень большой. И здесь, ну да, по факту засчитают, еще один тейкдаун Григору. Полторы минуты. Вновь удары коленом по бедру. Видимо, этой активности пока хватает. Все идет к тому, что решающим станет второй раунд. Потому что этот раунд забирает Григор. Первый, скорее всего, Леонардо. А вот что во втором? Какие там были оценки? Да, еще минуту с лишним. Терроризирует там ногу. Видимо, все-таки силы на исходе у Сильвы. Не может он ничего пока придумать. А еще один перевод. Здесь, кажется, все понятно. В этом раунде, опять же. Да, раунды оцениваются отдельно. Как каждая из серий этого интересного противостояния. И здесь, конечно, есть еще время попытаться организовать что-то экстраординарное со стороны Григора Матевасяна. Но удерживает его Сильва очень-очень крепко. А сейчас как раз Муслим Магомедов разминается перед своим выходом. И наверняка смотрит этот бой по телевизору. Последнее мгновение. На мажорной ноте эту встречу завершает Григорь Матевасян. Силу он здесь уже не экономит. И справа, и слева проводит атаке. Все. Эта встреча завершена. Благодарит своих болельщиков Григора Матевасян. И просит поддержки Леонардо Силва. Он классно поработал и намекает опять же на пояс. Сочи почему так тихо? Леонардо Силва. Этот поединок продлился три полных раунда. Победу единогласным решением судей Одержал боец красного угла Григорь Матевасян. Григорь Матевасян. Григорь Матевасян. Продолжение следует...